Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава книги «Второзаконие», читая перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Эта глава посвящена праздникам. Вот смотрите, тут своя логика есть. Собственно, у нас начинается законодательная часть с, ну, трудно сказать точно, с какой именно главы, но с 12-й абсолютно точно упоминаются законы. 12-я глава о том, что должно быть одно место для святилища, скиния, потом храм. 13-я глава о том, что тем, кто уклоняется в язычество, не жить среди израильтян. 14-я про разделение между чистым и нечистым. 15-я про солидарность и свободу, о том, что нужно помогать друг другу. А 16-я про празднование Пасхи. Казалось бы, все это разные темы, но в праздновании Пасхи мы видим и тему освобождения из Египта, мы видим и тему отделения от нечистого, мы видим и тему разделения, но только уже не пространства, а времени, да, на священное и не священное. Вот, собственно, празднование Пасхи и других основных праздников – это некоторый такой синтез того, что было до сих пор. И, конечно же, мы читали про жертвоприношение животного. В конце 15-й главы Пасха продолжает напрямую эту тему. Не забывай про месяц Авив, так назывался весенний месяц, когда празднуется Пасха. Совершай Пасху Господу твоему Богу, ибо в месяце Авиве ночью Господь твой Бог вывел тебя из Египта. Соответственно, Пасха – ветхозаветное распоминание об этом событии. Закалывай Пасхальную жертву Господу твоему Богу, мелкий и крупный скот, на том месте, которое Господь изберет и сделает жилищем для своего имени. Не ешь с Пасхальной жертвой дрожжевой хлеб, то есть хлеб, который на закваске. Семь дней ты должен есть с нее пресный хлеб, хлеб бедствий в памяти о том, что не мешкой уходил ты из Египта. Но до сих пор Пасхальная трапеза у иудеев, она не предполагает хлеба обычного, а только мацу, вот эти пресные лепешки, то есть не успели дождаться, пока тесто сквасится. И пекли вот на каком-то огне то, что смогли сделать, просто разведенную муку с водой. Так ты будешь всю свою жизнь вспоминать день ухода из Египта. Семь дней нигде на вашей земле не должно быть закваски. Потом это станет, конечно, в том же Новом Завете символом возрождения, да, вот обновление духовно уничтожается, старая закваска. Новая возникает сама собой, потому что вот эти бактерии, которые сбраживают тесто, они присутствуют в воздухе. И, соответственно, старая закваска, она уничтожается на Пасху. Мясо животного, заколотого тобой вечером в первый день, не оставляй до утра. То, что мясо надо съесть этой же ночью, это еще один признак такой крайней спешки, да, то есть вот из Египта они буквально бежали. Не успели ни хлеба, нормального испечь, ни мяса, вот приготовив оставить на следующие дни. Не закалывайте пасхальную жертву ни в одном из городов ваших, отданных вам Господом, вашим Богом. Только на том месте, которое Господь твой Бог изберет и сделает жилищем для своего имени, закалывайте пасхальную жертву. Тот же самый принцип централизации культа, да, то есть все не должно расползаться. Чтобы не расползался сам культ, нужно собираться в одном месте. Делай это вечером на закате, в тот самый час, который уходил ты из Египта. Приготовь и съешь мясо жертвы на том месте, которое изберет Господь твой Бог, а утром отправляйся домой. Шесть дней ешь пресный хлеб, а в седьмой день праздник во имя Господа твоего Бога и работать нельзя. Вот недельное празднование Пасхи, да, то есть первый и сам день Пасхи, и потом еще этот праздник продолжается неделю. Но были и другие принципиально важные праздники, два. Недель и шалашей, ну или, соответственно, Пятидесятница и праздник Кущей. Отсчитав семь недель сначала жатвы, семь недель сорок девять дней, да, соответственно, Пятидесятый день, потому Пятидесятница. Справляй праздник недель во имя Господа твоего Бога. Празднуй, расходуя по своему желанию, то, чем благословит тебя Господь твой Бог. Веселись пред Господом твоим Богом на том месте, которое Господь твой Бог изберет и сделает жилищем для своего имени. И пусть вместе с тобой веселятся твои сыновья и дочери, рабы и рабыни, левит, живущие в твоем городе, а также переселенцы, сироты и вдовы, которые живут среди вас. Помни, что ты и сам был рабом в Египте. Строго соблюдая и исполняйте предписание. Тоже понятен. Принцип – это, собственно, праздник в прямом и непосредственном смысле слова. Все веселятся, всем хорошо. Справляй праздник шалаши и семь дней, когда закончишь работы на гумне и в давильне. Гумно – место, где собирают зерно, давильне – место, куда приносят виноград. То есть, соответственно, когда тот и другой урожай будут собраны. «Веселись на этом празднике, и пусть вместе с тобой веселятся твои сыновья и дочери, рабы и рабыни, а также левиты, переселенцы, сироты и вдовы, живущие в твоем городе. Семь дней празднуй во имя Господа твоего Бога на том месте, которое изберет Господь. Ведь Господь твой Бог благословил тебя богатым урожаем и удачей во всех делах, веселись от души». Вот тоже очень интересный принцип, что эта ветхозаветная религия, она веселая, она праздничная. Это не угрюмое такое топтание вот где-то в священном месте, когда люди думают, Господи, когда же все это кончится. А это вот радостный праздник, семейный праздник, праздник солидарности. «Три раза в год все мужчины должны представать пред Господом, вашим Богом, придя на то место, которое он изберет. Делайте так праздник пресных хлебов, ну то есть неделя Пасхи, в праздник недель и в праздник шалашей. И пусть никто не появляется пред Господом с пустыми руками, пусть каждый приносит дар по своим возможностям, по мере того, насколько благословит его Господь ваш Бог». Тоже понятный принцип, да, то есть, смотрите, вот тоже деление, которое касается территории, одно место для всех праздников, оно касается и времени, хронологии, календаря. Вот есть праздники, которые для всех, их три в году. И дальше вдруг неожиданно тема вроде бы меняется, на самом деле она не очень сильно меняется. Есть деление пространственное, есть хронологическое, а есть социальное. Вот народ, это же много людей, да, но народ это не толпа, которая бродит, как куда кому вздумается, народ это организованное единство. Значит, тоже есть разделение. Вот об этом. «Назначайте судей и староста во всех городах ваших, отданных вам Господом, вашим Богом, во всех ваших племенах, и пусть они судят справедливо, не нарушая ничьих законных прав, суди беспристрастно». Опять-таки, социальное деление, но и деление вот по сути, да, для чего все это нужно, чтобы отделять правду, открыв до преступления, от законопослушного поведения. «Не бери взяток, або взятка превращает мудрых людей в слепцов, а праведных делает лжецами. Стремись к справедливости, только к справедливости, и тогда ты будешь жив и будешь владеть той землей, которую отдает себе Господь, твой Бог». До сих пор не все это поняли, что отсутствие правосудия, оно делает народ неугодным в глазах Бога. Это не просто неудобство такое, да, вот, ну вот, некуда идти в суд, к сожалению, вот, извращили, извратили все правосудие, вот, взятки везде берут. Это мерзость перед Богом, это настолько же нарушение Божьей заповеди, как поклонение другим богам, потому что принцип тот же самый, да, это извращение того образа, который Господь своему народу дает. «Рядом с жертвенником Господа твоего Бога, который ты воздвигнешь, не сажай дерево Аширы, никакого дерева не сажай, не ставь из священного камня, Господь твой Бог ненавидит это». Священные деревья и камни – это обычные такие признаки языческих культов, да, когда почитаются эти божества, например, Ашира, такое женское божество, в виде какого-то дерева или столба, да, или камень, который ставится, и его почитают тоже, как некий идол. Вот не должно быть этого вместе, да, мы еще и еще раз вот этот принцип будем встречать. Ну и 17 глава будет развивать одновременно несколько тем, которые будут касаться и ритуальной чистоты, и правосудия, потому что это вещи связанные. Вот нам кажется, почему бы не разделить здесь уголовный кодекс, процессуальный кодекс, здесь религиозные правила, здесь там календарь, это все разные совершенно вещи. А для них это все единый образ народа, который живет перед своим Богом по его правилам, да, и нарушение одного какого-то закона, одного принципа, оно означает нарушение всего закона, как потом в Новом Завете будет это описано.